Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Love Master Class. Love Master Class – это программа для тех, кто ищет настоящую любовь. Сегодня в программе мы говорим о роковых ошибках, которые, подобно мини-замедленного действия, начинают разрушать отношения пары задолго до свадьбы. Каких же ошибок хотела бы избежать наша гостья? Мне посоветовали обратиться к вам друзья. Никогда не бывало проблем с парнями и с их вниманием, но последние отношения закончились, в общем, неудачно. И я не могу понять, почему. Я не могу понять, почему все мои близкие друзья постоянно ломают жизни. Все всегда хорошо начинается, влюбляются, а потом какие-то проблемы и либо расстаются, либо женятся и просто живут несчастно, либо вообще разводятся. Ну, вы знаете, Надя, на самом деле, если верить нашим социологическим данным, то ситуация очень типичная. Довольно большой процент людей сегодня разрывают свои отношения буквально в первые годы после свадьбы. Происходит это потому, что довольно часто люди начинают свои отношения уже неправильно. Первый шаг, который они делают в своих отношениях, уже является большой ошибкой. И вот такие ошибки, они как мина замедленного действия, они годами лежат и потом срабатывают. Срабатывают обычно тогда, когда людям кажется, что все идет самым лучшим образом. А скажите, а что это за ошибки? Ну, вы знаете, таких ошибок вообще несколько. Я бы даже вам советовал, может быть, что-то себе пометить, если у вас есть блокнот. Давайте, наверное, начнем, и вы себе это даже где-то запишите. Первая ошибка, очень типичная, это, как ни странно, отношения, основанные на влюбленности. Большинство людей сегодня вступают в брак по любви. То есть они встречают какого-то человека, их словно ударяет током, сердце начинает лихорадочно биться. Ну, вы знаете, нет, наверное, такого человека в жизни, который ни разу не влюблялся. Мы засыпаем с мыслями о любимом, просыпаемся с этими мыслями. В таком состоянии обычно людям кажется, что избранник совершенный. Обычно недостатки видят только друзья, но друзья видят, потому что они завидуют. А еще видят родители, но родителей уже обычно никто не спрашивает. То есть мама, допустим, говорит сыну там, сынок, две недели знакомства, подумай, это же так мало. Она же до этого пять лет провела в психиатрической больнице. И сын говорит, мама, успокойся, уже две недели как ее выписали, все будет нормально. И мы становимся в каком-то смысле очень похожими на Шурика. Помните, когда Шурик видит девушку, выходящую из университета, сдавшую отличный экзамен? Да, он перестает быть сам собой. Кто это? Где? Вон, плывет. А, так это же Лидка с параллельного потока. Лида, удивительная девушка. Почему я ее никогда раньше не видел? А что происходит потом? А потом? Ну, а потом люди обращаются вот с просьбами им помочь. Где-то у меня, кстати, было письмо, очень хорошо иллюстрирующее именно эту ситуацию. Вот, да, девушка пишет. Она пишет, на душе грустно-грустно. Четыре года назад я вышла замуж по большой любви. Есть дочка, два годика. Но за четыре года замужества я поняла, что оказывается, настоящей любви между нами больше нет. Я остыла. Я хочу уйти от него, хочу наладить свою жизнь. Но куда я теперь пойду? Кому я теперь нужна? Видите, она пишет, любви между нами больше нет. Я остыла. Молодые люди, да и немолодые тоже, они не понимают разницы между любовью и влюбленностью. Подождите. Что вы имеете в виду под словом влюбленность? Влюбленность – это, на самом деле, уже давно и хорошо изученный биохимический процесс, который начинается в нашем организме. То есть, когда мы встречаем в жизни человека, который максимально подходит нашему какому-то стереотипу, наше тело начинает само по себе вырабатывать определенное вещество. Во-первых, под влиянием этого вещества человек видит жизнь как бы в розовых очках. Он смотрит на своего любимого, на своего партнера и думает, что это совершенный человек. А второе – влюбленность не длится вечно. Влюбленность длится в среднем два года. И что с того, что есть эти две особенности? А вот как раз эти две особенности создают ловушку. То есть, люди, находясь под влиянием вот этого наркотического вещества, которое мы сами вырабатываем для себя, они принимают решение создать семью с человеком, на которого они смотрят через вот такие розовые очки. Они не знают, какой он на самом деле. Он кажется им совершенным. Они создают семью, они рожают детей. И потом, через два года, влюбленность проходит. И у людей вдруг открываются глаза. Они начинают видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле. Со своими подлинными привычками, гадким характером. То есть, вы хотите сказать, что отношения нужно строить без влюбленности? То есть, без чувств и замуж выходить без любви? Нет. Я хочу сказать не это. Я хочу сказать, что в состоянии влюбленности вы никогда не захотите. А если захотите, то не сможете адекватно оценить другого человека. Поэтому существует большая вероятность, что вы ошибетесь. Проблема, однако, состоит в том, что подавляющее большинство людей не верит или не знает, что влюбленность можно развивать. Что влюбленностью можно управлять. Как можно управлять влюбленностью? Вы знаете, через романтические поступки еще это называют ухаживать. То есть, если вы встречаете в жизни человека действительно достойного человека, и у вас есть факты, что вы встретили достойного человека в жизни, не просто чувства, вам не просто кажется, у вас есть факты, которые это доказывают. И этот человек не вызывает у вас чисто внешне какого-то чувства омерзения или неприязни, и вы начнете ухаживать, или он начнет ухаживать за вами, как за женщиной, а вы начнете отвечать на это, то это просто вопрос времени. Приходят чувства, и люди влюбляются друг в друга. Другая ошибка, которую вам тоже, наверное, следует себе пометить, это отношения, основанные на жалости. На жалости? Да. Вот давайте для примера вспомним... Помните, был такой старый добрый советский мультфильм «Дюймовочка»? Да, конечно, помню. И вот там есть эпизод, как принц эльфов предлагает ей выйти замуж. Давайте посмотрим. Как вас зовут, красавица? Дюймовочка. Дюймовочка? Дюймовочка! Ах, какое прекрасное имя! Будьте моей женой, Дюймовочка. Если вы мне откажете, я умру от горя. Ах, умирай. Я согласна! Так вот, если с Дюймовочкой все ясно, ее ждет сказочно прекрасное супружество в будущем, то с людьми реальными, которые начинают точно так же свои отношения, ничего хорошего не происходит. Вы уверены? Да. Да, и люди обращаются за помощью, и вот даже где-то у меня было письмо. Вот. Пишет девушка. Десять месяцев назад я познакомилась со своим парнем. Он меня безумно любит, пишет она. Все делает ради меня. Я тоже поначалу говорила, что люблю, и в этом, наверное, совершила ошибку. Дело в том, что он, как выяснилось, совсем не тот человек, с которым я хотел бы прожить вместе всю свою жизнь. Но когда я впервые завела об этом разговор, он избил меня. Потом, правда, на коленях просил прощения, и я простила. А в последний раз он порезал себе вены и сказал, что если я от него уйду, он покончит с собой. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу поломать его жизнь, но и свою жизнь ломать я тоже не хочу. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь, если сможете. Это просто ужасно. Да. Вы знаете, вот люди, как эта девушка, они остаются в отношениях, как правило. Они их продолжают, они выходят замуж, они рожают детей. И совсем не потому, что они любят этого человека, а просто потому, что они боятся, что что-нибудь случится, что он с тобой что-нибудь сделает, если они уйдут. Или просто потому, что они испытывают жалость к этому человеку. Человек, который строит отношения на жалости, он обманывает своего партнера, потому что дает ему на самом деле не любовь, которую тот ждет, а жалость. И во-вторых, они обманывают себя, потому что они живут не любовью, а жалостью. И в их отношениях даже нет ничего близкого, похожего на любовь. Поэтому вот очень важный момент, который вам нужно постараться запомнить и переменять в своей жизни, состоит в том, что отношения, в основании которых лежит манипулирование, насилие, давление, они в принципе ничем хорошим закончиться не могут. Особенно, если эти отношения строятся с человеком, скажем так, внутренне в каком-то смысле неполноценным. Поэтому эти отношения нужно заканчивать, и чем раньше, тем лучше. Интересно. Вот это, например, вторая ошибка. Спасибо. А есть еще какие-то ошибки? Да. Третья довольно распространенная ошибка – это желание отвлечься от пустоты собственной жизни. Люди заводят романы, люди влюбляются, потому что они ощущают чаще всего интуитивно, что в их жизни нет никакого смысла, что они пустые люди. Им пусто, им неинтересно жить сами с собой, им неинтересно жить той жизнью, которая у них есть. Эти люди очень похожи на жабу. Кстати, из того же мультфильма про дюймовочку, который не хотел жениться, или не хотел учиться, а хотел жениться. Давайте вспомним. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Не буду я спать, надоело. Тогда давай опять есть. Есть, надоело. Тогда займись чем-нибудь, поработай. Надоело. Как же это тебе надоело, если ты никогда не работал? А мне заранее надоело. А что, если тебе поучиться чему-нибудь? Не хочу учиться. Хочу жениться. Так вот, типичная ошибка, которую совершают люди, подобно этой жабе, состоит в том, что они используют влюбленность как средство не иметь дела самим собой. Они не хотят жить такой жизнью, которой они живут, они не хотят иметь дело с собой, и поэтому они заводят романы. Мы с вами говорили о влюбленности, да? В результате влюбленности вырабатывается вещество, которое действует на наш мозг как наркотик. И вот люди влюбляются, заводят романы для того, чтобы жить под влиянием такого наркотика. То есть есть люди, которые пьют для того, чтобы, скажем так, забыться, да? А есть люди, которые влюбляются для того, чтобы добиться того же самого результата. Такие отношения тоже ничего хорошего не приносят, потому что если человек всю свою жизнь убегает от себя, если человек не хочет иметь дело с самим собой, если человек чувствует, что он в каком-то смысле неполноценен, в его жизни нет ничего ценного и стоящего, то в принципе с ним невозможно построить отношения. Невозможно построить отношения с человеком, которого нет, который убегает. Да. Поэтому, если вот вы понимаете, допустим, что то, о чем мы говорим сейчас, относится к вам, я не знаю этого, да, то вам стоит подумать вот об этом. Если я не хочу иметь дело с самим собой, то как же можно со мной построить отношения? Если я убегаю сам от себя, то как же со мной возможно построить отношения? Каким бы увлекательным любовный роман не получился у такого человека, в конечном итоге все равно он приведет к боли и разочарованию. Причем как самого человека, так и того, кому не посчастливится быть его партнером в этих отношениях. То есть, насколько я вас понимаю, вы говорите о трех основных ошибках, что люди влюбляются, из-за этого часто рушатся отношения, потому что они просто не видят правильного человека, не влюбляются в кого попало. Угу. Да. Люди просто пытаются убежать от себя. Я думаю, что для нашей сегодняшней встречи вот этих ошибок вполне достаточно. Я думаю, что если мы с вами встретимся в будущем, то мы продолжим этот разговор. Но даже если вы будете использовать то, о чем мы поговорили сегодня, я уверен, что это поможет вам защитить свою жизнь и свое сердце от разочарования и боли. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, если ваши отношения начинаются с чувств, называемых влюбленностью, с жалости или просто потому, что вам скучно жить, то вы рискуете очень скором времени оказаться с разбитым сердцем у разбитого корыта. Если же вы хотите построить настоящее счастливое отношение, то учитесь любить. Это была программа Love Master Class. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok